Нафисия уже более 20 лет вместе с мужем приезжает на Одинцовский рынок, чтобы реализовать свой товар – астраханские арбузы. Сначала появляются ранние сорта, затем их разнообразие растет. Уже сейчас можно приобрести фотон, продюсер, а позднее к ним присоединиться холодок. Чем отличается вот этот сорт от других? Фотон – он просто тостокорый, с крупными семечками, красно-розовый, сахаристый и сладостью. Сезон бахчевых начинает радовать жителей Одинцовского округа. На прилавках красно-зеленая классика представлена в полном разнообразии. Главное – покупателям сделать правильный выбор. Каждый сорт арбузов по-своему уникален. Он отличается, во-первых, и консистенцией, цветом, содержанием сахара, размером косточек. Также в скором времени у нас будут такие гипоаллергенные арбузы желтого цвета. Наши покупатели ждут именно августа месяца, чтобы наши отечественные арбузы были. Вот смотрите, здесь астраханские арбузы, камышинские, волгоградские, дагестанские арбузы. Есть также из ближайших стран – Азербайджан, Казахстан. Особое внимание уделяют безопасности сезонной продукции. У арбуза есть сертификат качества, а у продавца разрешение на торговлю. Осмотр плодов на целостность, отбор проб и исследование на нитраты – также важные этапы контроля качества, отмечают санитарные врачи. Предельно допустимые нормы нитратов конкретно в бахчевых культурах. В арбузе это 60 миллиграмм на килограмм, а в дыне это 90 миллиграмм на килограмм. Сами нитраты как по себе не опасны, но в организме они преобразуются в нитриты. А нитриты у нас связывают гемоглобин, превращая его в метгемоглобин. И, соответственно, он теряет способность переносить кислород тканям, и наступает кислородное голодание. Покупать арбузы и дыни следует только в санкционированных местах, на рынках, магазинах и на официальных бахчевых развалах. И тогда летний сезон принесет только пользу. Сочные и сладкие на Одинцовском рынке арбузы на любой вкус. Сезон бахчевых будет продолжаться вплоть до 31 октября. И поэтому насладиться летними дарами сможет каждый. Екатерина Крамор, Виктор Николаев, телекомпания Одинцова.